Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопрос отопительного сезона, который стартанул у нас 27 сентября. Вначале запустили социальные объекты, потом жилой фонд. Какая ситуация на сегодня, доложит Карпов Константин Михайлович. Подача теплоносителя на объекты социальной сферы началась 27 сентября 2024 года. В настоящий момент на территории городского округа Люберцы все 100% социальных объектов обеспечены теплоснабжением. С 1 октября 2024 года раньше температурного графика, дабы избежать сложности при вхождении в зимний период, мы начали подключать к отоплению жилой фонд. Следующий доклад об обеспечении жильем жителей городского округа. Сенчук Виталий Владимирович, пожалуйста. Одним из основных направлений, в рамках которого городским округом Люберцы осуществляется обеспечение жильем граждан, является оказание помощи в виде социальных выплат на приобретение строительства жилья молодым семьям. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям, участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, государственной программой Российской Федерации, обеспечению доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. С 2009 года в городском округе Люберцы 80 молодых семей получили свидетельство о праве получения социальных выплат на приобретение жилья и улучшили свои жилищные условия. Из них в 2023 году молодые семьи приобрели жилье с использованием социальных выплат, сумма выплат составила 15 миллионов. В 2024 году пять молодых семей приобрели жилье с использованием социальных выплат в целях привлечения специалистов в городской округ Люберцы оказывают поддержку в виде предоставления жилья в помещении по договорам коммерческого найма с правом последующего выкупа помещений с беспроцентной рассрочкой платежа в сферах здравоохранения, образования, правоохранительных органах и других. На сегодняшний день заключено 449 договоров коммерческого найма жилых помещений. Из них в 2023 году по договору коммерческого найма предоставлено 104 жилых помещения. И на текущую дату в 2024 году уже предоставлено 97 жилых помещений. Кроме того, на территории городского округа Люберцы Московской области осуществляется обеспечение жильем граждан, стоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях. Так, в 2023 году обеспечено жилыми помещениями 90 человек. В 2024 году на сегодня обеспечено жилыми помещениями 52 человека. В текущем году городской округ Люберцы впервые за долгие годы получил поддержку от Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2026 году предусмотрено 767 миллионов рублей с учетом софинансирования и средств бюджета городского округа Люберцы. Спасибо. Объемы серьезные и средства, которые на 26-й год запланированы. Важно эту всю программу выполнить, потому что люди ждут. Следующий доклад – работа о влечении хозяйственного оборота неиспользуемого имущества блоком Андрея Николаевича Сырова. Пожалуйста. В городском округе Люберцы проводится системная работа по влечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Цель этой работы – это восстановить неиспользуемое имущество, которое имеется на территории городского округа Люберца, стимулировать развитие бизнеса за счет предоставления дополнительной возможности в точке приложения усилий для вовлечения данного имущества в хозяйственный оборот и, соответственно, рост бюджетных доходов. Хочется сказать, что в настоящее время 38 объектов уже восстановлено в полном объеме. 24 объекта в процессе восстановления – это объекты, 19 объектов будут завершены восстановлением в 2025 году, 2 объекта в 2026 году и 3 объекта в 2027 году. Примеры вовлечения имущества в хозяйственный оборот – это был заброшенный у нас дом Круминга, памятник культуры регионального значения, в котором находился Владимир Ильич Ленин, проживал. Этот объект находится на улице Красной, был заброшен, разрушался. Мы провели работы по оформлению права муниципальной собственности, провели конкурентные процедуры, заключили договор аренды с гражданкой Ерегиной Галиной, которая, инвестировав порядка 35 миллионов рублей, восстановила данный объект в полном, превозданном виде и в настоящее время используется как гостиница для проведения социальных мероприятий. Большое количество федеральных объектов и региональных, которые находятся на территории городского Круглюберца, их, к сожалению, надлежащим образом не эксплуатировались. Мы обращаемся в соответствующие ведомства и восстанавливаем данные объекты. Так мы отработали с Министерством обороны по бывшему Дому офицеров, который находится в городке. В настоящее время данный объект восстановлен в полном объеме. Там находятся музыкальная школа, техношкола и большое количество культурных секций и кружков. Бывший вытрезвитель МВД, который был передан в 2021 году, в настоящее время полностью там построен детский садик на улице Красноармейской. Коллеги, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. Спасибо. Спасибо.